Попытки дискредитации государственного строя, государственной власти, реализация сценария цветной революции, по сути гибридную войну против Беларуси, пережили мы в 20-м. Пережили и выстояли, сохранив суверенитет и страну, которая становится точкой взлома на стыке геополитических плит. После было санкционное давление, затем решили применить радикальный сценарий. Планировалось убийство президента, его семьи, трех десятков высоких должностных лиц, среди них и наши коллеги-журналисты. Сейчас заговорщики дают признательные показания. Наш аналитик Андрей Сыч о том, чем они планировали рассчитываться с желающими инвестировать в госпереворот. Авторская рубрика «Площадка». В последнее время самой обсуждаемой темой в общественном транспорте и на работе продолжает оставаться подготовка покушения на президента, членов его семьи и высших должностных лиц Беларуси. Предлагаю подробнее рассмотреть тонкости игры в политическую монополию и как делили шкуру неубитого зверя. Я Андрей Сыч, это «Площадка». Давайте разбираться. Вообще, почему заговорщики так быстро начали давать признательные показания? Да потому, что прекрасно понимали, что они делают и отдавали себе отчет о последствиях участия в так называемом дискуссионном клубе. Они знают, что у следствия доказательная база из материалов по количеству тянет на вагон и маленькую тележку. А так, глядишь за сотрудничество со следствием, хотя бы не в вышку дадут. Причем вариант, как они сами называли, с пулей от Саши рассматривали как один из итогов своего дискуссионного клуба. Сейчас, несмотря на признание вины, любители даровать друг другу высокие должности хлопают глазками на допросах и строят из себя заблудших овец. Мол, их использовали в темную, и они только технические исполнители и вообще во всем виноват оставшийся на свободе Щегельский. Как-то в зум-конференциях все держались значительно увереннее. Да и на встрече с предполагаемыми исполнителями их заказа вполне четко формулировали свои желания. Что касается Щегельского, то вполне вероятно, что это именно он изначально был застрельщиком всего сборища. Все дело в том, что тяжела и неказиста жизнь Манкурта экстремиста. По его же словам, в штатах его высочеству приходилось не зайти до работы ручками, на стройках и в ресторанах, что ему очень не нравилось. А на попытке выбить грант от Госдепартамента сталкивался с полным игнором. Меня Госдеп и всех, кто с ним связан, послали нахер после АТО, как экстремиста, сумасшедшего. На меня трубку не берут, на имейлы не отвечают и так далее. Видимо, даже в штатах начали разборчиво относиться к исполнителям. В итоге Щегельский решил разыграть свою партию в политическую монополию. И собрал команду, под которую хотел получить пачку заветных зеленых купюр. Для этого, как один из рабочих вариантов, предполагалось заложить наше предприятие в фонды. То есть деньги хотели получить под конкретные гарантии. В случае успешного государственного переворота они бы рассчитались с инвесторами имуществом страны. Как вы понимаете, речь, конечно, идет о самых прибыльных предприятиях. Находится какая-то компания, корпорация, которая под залог существующей какой-то, скажем, собственности. Они отправляют какой-то взнос в такую организацию, как Сорос и так далее. Этой компанией, значит, спрашиваются налоги, так сказать. А Сорос, например, он этими деньгами распоряжается. Если кто-то думает, что на эти предприятия вдруг бы хлынули инвестиции, то я вас разочарую. Посмотрите через забор, и все станет предельно ясно. Из высокотехнологичной Украины, которая развивала авиационные и космические технологии, делают исключительно аграрную страну. Да еще преподносят это как перомогу. Предлагают не задумываясь радоваться и хлопать в ладошки. Производить высокотехнологичную продукцию господа хотят самостоятельно. А вот конкурировать с нашей им не очень хочется. Цель такой политической монополии – задушить конкурента и расчистить рынок сбыта для своей продукции. Все эти беглые, манкурты, литовские содержанки уже почти 30 лет в унисон утверждают, что Лукашенко сдает страну. При этом все работает и развивается, оставаясь в народной собственности. И тут задаешься закономерным вопросом – в чем, собственно, суть претензии? Медленно сдает и вы рветесь показать, как это сделать за пару дней? Так здесь в ваших способностях никто не сомневается. О личности Лукашенко в становлении Беларуси еще не один историк напишет докторскую диссертацию. В то же время дела заговорщиков и предателей будут интересны только следователям. Беларусь – страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова